10 июня Интер будет играть в финале Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Если бы это утверждали в начале сезона, мало кто бы поверил в это. Но сейчас это реальность. Нынешний Интер, как по мне, слабее Интера Мауринио. И сегодня я хочу подробно раскрыть историю нынешней команды и историю той самой, которая впервые среди итальянских клубов сумела взять золотой Требл. Обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях о ком или о каком клубе мне рассказать в следующем видео и ставьте лайки. Чем больше лайков, тем ближе следующий ролик. Еще месяц назад только ленивый не требовал оставки главного тренера Симона Энзаги. Тогда его команда одержала всего одну победу за 9 матчей и вылетела из топ-4 серии А. Но потом что-то переменилось и Интер преобразился. Одержав 7 подряд побед с общим счетом 21-3, вышел в финал Лиги Чемпионов и Кубка Италии. Главная проблема Интера в нынешнем сезоне – отсутствие ротации и небольшая скамейка. Еще осенью выбыли на долгий срок ключевые исполнители – Марсел Аброзович и Ромело Лукако. Сейчас же команде не может помочь Милан Шкриньер – самая важная фигура в тройке центральных защитников. Помимо травмы, его еще и исключили из состава из-за того, что он подписал контракт с ПСЖ без согласия боссов. Травмы лидеров – нормальная история в любой команде, но для Интера с его небольшой заявкой и слабой скамейкой такие неприятности превращаются в огромные проблемы. Еще одна огромная проблема Интера в этом сезоне – это реализация моментов. Пара Джека Мартинес не реализовала явных голевых шансов больше, чем любая другая в Италии. Кошмарная реализация стала одной из главных причин, почему Интер не участвовал в гонке за Скудетта. На Радзуре в этом сезоне создали больше всех явных голевых моментов – 69 против 64 у чемпиона Наполь, но реализовали только 19 из них. Неаполитанцы просто лучше использовали свои шансы. То же говорит статистика ожидаемых голов – Наполи забил больше, чем создал, в то время как Интер не досчитался 7 мячей. Это говорит о том, что качество игры у команды есть, но в дело вмешивались обстоятельства. Главный тренер – это основная причина мощных результатов Интера за последний месяц. Симона Энзаги великолепно строит футбол на встречных курсах, но чисто контратакующим тренером назвать его нельзя. Те времена остались в прошлом, когда он рулил в Лацио. Сейчас Теллиан ставит владение на уровне лучших команд не только в Италии, но и в Европе. Не просто так в этом сезоне Интер идет третьим по количеству позиционных атак, доведенных до удара или касания в чужой штрафной площади. Лучшие показатели только у Спалетти в Наполе и у Сари в Лацио. Также Интер – одна из лучших команд по качеству выхода из-под прессинга. А в недавней игре с Ромой команда забилась, сделав 48 передач подряд – показатель умения играть в контроль. В общем, Энзаги пока не всеми признанный герой Интера. Он пришел в тяжелейший момент для клуба, когда нет денег на усиление, когда каждый год нужно расставаться со своими лидерами и при этом добиваться результата. У тренера просто нет права на ошибку, иначе клуб столкнется с большими финансовыми трудностями. Энзаги находится под постоянным давлением ситуации, руководства и прессы. Месяц назад его готовы были уволить из клуба и забыть, а сейчас он в финале Лиги Чемпионов. Он – пятый итальянский тренер, которому это удалось, и третий таковой в истории Интера. В финале его точно будет ждать настоящий европейский грант, но кажется, что ни Симоне, ни его команде бояться уже давно нечем. И давайте немножко поближе познакомимся с главным все-таки непризнанным героем этой команды, этой истории. Инзаги родился в Пиеченце, маленьком городке на севере Италии. Начал свою карьеру в местном клубе с одноименным названием. Он побывал в четырех разных командах на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, в котором в общей сложности записал на свой счет 15 голов в 30 матчах. Успехи Инзаги привлекли внимание Лацо, и в своем первом сезоне в Риме он многих впечатлил своей игрой. В сезоне 1999-2000 года, когда клуб впервые в своей современной истории выиграл серию А и Кубок Италии, он отметился 19 голами в 39 матчах. В общей сложности он был игроком Лацо на протяжении более чем 10 лет, хотя за это время клуб дважды отправлял его в аренду. По окончании игровой карьеры в 2010 году Инзаги стал одним из тренеров молодежного состава команды, и 6 лет спустя после увольнения Стефано Пиоли был назначен исполняющим обязанности наставника первой команды. Перед началом следующего сезона клуб возглавил Марсела Бьелса, который, однако, задержался на стадии Олимпика менее чем на неделю, и в результате Инзаги заключил с клубом контракт уже на постоянной основе. После нескольких успешных сезонов Лацо Инзаги пригласили в Миланский Интер восстанавливать команду, которую оставил Конте. Да, многие в тот момент были на стороне Конте, он сделал команду чемпионом, он строил так, как считал нужным. Но у боссов черно-синих возникли определенные проблемы, связанные с финансами, и им пришлось решать эту проблему достаточно быстро. Для этого и был приглашен Симона. Хочется ли всем, чтобы сказка Интера продолжалась, или кто-то хочет, чтобы проклятие Гвардиола наконец-то пало? Мне неизвестно, но ясно одно. Болеет всегда за тех, кто слабее. К тому же Интер выбрала яйцо. Симона Инзаги выиграл 100% в матче против лысых тренеров. В составе Интера есть Хорват, а у Сити нет. У 13 последних победителей в составе был игрок из Хорватии. Но и вишенка на торте – это прическа Мхитаряна. И Горана Пандива. Они очень похожи. Практически 100% совпадение. Победителя мы узнаем 10 июня. А пока можно лишь только наслаждаться ожиданием великого противостояния. Не менее великая, чем финал 2010 года, когда Интер встретился в главном матче турнира с Баварией. Это была команда, которую построил великий Маурини. Но до финала было множество проблем, и начались они еще до начала сезона. Сначала не удалось удержать Ибрагимовича. Златан был в восторге от Жозе Маурини, но феноменальная Барселона выглядела как другой уровень. Как космос просто. Да и сумма трансфера поднимала статус Златана куда-то в космос. Поэтому он и ушел. Несмотря на уговоры с Жозе. Интер остался без форварда, сделавшего 40 результативных действий в предыдущем сезоне. Зато с деньгами. 50 миллионов евро. Именно настолько оказался в плюсе Интер после обмена Златана на ЭТО. В итоге они и помогут купить 4 игроков. Снейдера, Лусио, Моту и Мелит. Но это случилось не сразу. Наоборот, с новичками все лето были трудности. Но в итоге основную пару форвардов составили новички ЭТО и Мелита. Причем последний к 29 годам ни разу не играл за топ-клуб. А с подписанием плеймейкера клуб тянул до конца августа. Кандидатом на позицию был Уэсли Снейдер. Который не горел желанием переезжать в Милан. Даже несмотря на то, что в реале сидел в глубоком запасе. Его удалось уговорить на трансфер только 29 августа. За 2 дня до конца трансферного окна. Хороший игрок, если бы только он пришел раньше. Маорини естественно не упустил возможности намекнуть, что недоволен. Типично Маорини. Летом 2009 года он был недоволен примерно всем. Давление на него росло во многом потому, что тогда он еще казался слишком уникальным явлением. Успех, которого Маорини достиг в Челсе на тот момент случился совсем недавно. А он был беспрецедентом. Тренер стал казаться гарантом трофеев. Побед с Интером на внутренней арене было недостаточно. И победы на внешней арене нужны были уже сейчас. Во-первых, Жозе работал уже второй сезон. Во-вторых, клуб приобрел возрастных новичков. То есть все намекало, что проект краткосрочный. В Лиге Чемпионов выход из группы был под угрозой. И Рубин, и Киевская Динамо оказались неудобными соперниками, не говоря уже о Барселоне. Интер неплохо закрылся в домашнем матче с Барселоной. Хотя Жюлио Сезар все равно совершил 9 сейвов. Но сначала не справился с мощным прессингом Рубина. А потом не дожал классический автобус Динамо. Забил дважды, но и пропустил два со стандарта. Итого, три ничи трех туров. А общее количество матчей без побед в Еврокубках, с учетом прошлого сезона, достигло 7 подряд. Когда журналисты заговорили об этой серии с Мауринь, он был просто в ярости и обвинил их в предвзятости. Вы говорите, что мы не выиграем 7 матчей, так, как будто мы не выиграем 70 матчей. Даже несмотря на трудный вход в сезон, обусловленный несыгранностью и травмами, огромная глубина состава и индивидуальный класс игроков позволяли обыгрывать большинство соперников в серии А. Запас прочности Интера был таким, что даже сырая команда с проблемами в организации позиционных атак добивалась результата. Первый круг Интера закончил 45 очками. Это сам по себе отличный результат, а кризис серии А только подчеркнул разрыв с остальными. После первого круга, глядя на турнирную таблицу, никто бы не сказал, что бороться за Скутета Мауринь придется с Ромой. Ювентус, Милан и Наполи по очереди преследовали лидера, но всегда оставались далеко. А Клаудио Раньери с Ромой вообще закончил первый круг на пятом месте. Солидный отрыв и отсутствие одной команды, которая бы явно претендовала на второе место, позволили весной делить матчи на важные и остальные. Под важными подразумеваются игры Лиги Чемпионов. Интер купил Горна Пандевы, универсального оттянутого форварда, который мог сыграть и на фланге, а на другом фланге оказался Этуо. Он добросовестно отработал на непривычной позиции полгода. Но когда сезон закончится и Мауриньо уйдет, Самойль даже не станет скрывать, что считал это серьезной жертвой. Разбирая лишних качественных игроков, Мауриньо отправил Занетти на левый фланг обороны. Капитан так мощно заиграл на позиции Кристиана Киву, что оставалось только удивляться, почему тренер не сделал это раньше. Второе серьезное решение Мауриньо отпустил Виера. Выбор вряд ли был трудным или обусловлен только игровыми причинами. Патрик уже в октябре начал жаловаться, что получает мало игрового времени. Недопустимое поведение. В интере за жалобы всех видов персонально отвечал Мауриньо. Задачей игроков же было сплотиться против несправедливого окружающего мира. Виера уехал в Манчестер Сити, команда осталась единой. Многие новички были обижены на предыдущие клубы, потому что считали, что достойны большего. Снейдер говорил, что с ним несправедливо обошлись в Реале. Лусио обиделся на Баварию за то, что остался не нужен. А это ООО был оценен Барселоной на 50 миллионов дешевле Ибрагимовича. Поэтому даже настолько трудные игроки, а все перечисленные футболисты имели проблемы с другими тренерами, готовы были пожертвовать собой на поле, чтобы доказать миру, как они недооценены. Тем временем в Лиге Чемпионов Мауриньо блестяще закрылся в первом матче плей-офф с Челси и замучил прессингом на Стэнфорд-Бридж. А потом попал на ЦСКА в четвертьфинале. При всех качествах ЦСКА жребий позволил Интеру пройти дальше даже без фирменного для плей-офф оборонительного футбола. Итальянцы больше владели мячом в обоих матчах. Чаще били и лучше играли в пас. В полуфинале предстояло играть с лучшей командой тех лет. Футболу Пепа Гвардиола еще не подобрали антидот. Юрген Клоп шел с Баруси на пятом месте в Бундеслиге. А больше никто не умел так контрпрессинговать. Чтобы пройти ту Барселону нужен был хороший план. Идеальная реализация и немного везения. У Интера было в принципе все. Просто отдать мяч и территорию недостаточно. Барселона доходила до штрафной, а дальше дриблинг Месси и пасы Хайи позволяли скрывать обороны любой плотности. Майорини решил отдать территорию радикально, чтобы между защищающимися игроками вообще не было пространства. Но такой футбол не позволяет контратаковать. А без контратак, дающих передышки, защитники рано или поздно теряют концентрацию. Каталонцы сделали 470 пасов на третье поле Интера. И набрали 90% точности передач. Но это не имело значения, потому что у них все равно не было пространства для ударов. Контратаки Интера начинались из глубины и редко добирались до чужой штрафной. Зато попыткой контратаки оборачивался каждый перехват мяча. Уже на 19-й минуте Барселона повела. Но план не изменился. И за полчаса Снейдер, Майкон и Мелита забили 3 гола в ответ. Конечно, для победы с разрывом в 2 гола понадобилась и пара сейва в Сезар. Но Интер получил удобный счет. Чуть позже Интер отомстит Роме за поражение в финале кубка. Снова было драки больше, чем игры. Но на этот раз нервы сдали у римлян. Франческо Тотти, которого выпустили спасать игру, подбежал сзади к Балателли, с разбега ударил его по лодыжке, отбил 5 Майкона и пошел домой. А потом Интер вернулся на первое место в чемпионате. Рома сделала все сама. Проиграла дома с Амдорией и упустила лидерство. В материале The Independent со ссылкой на неназванного игрока писали, что в раздевалке тогда все говорили об ощущении судьбы. Что команду ничто не сможет остановить уже. Все это случилось очень быстро. 28 апреля Интер попал в финал Лиги Чемпионов. Через неделю выиграл Кубок Италии. А еще через 2 недели обыграл Сиену. И стал чемпионом. Оставался только один матч в сезоне. Матч с Баварией мы выиграли еще до того, как он начался. Я хорошо знал Луи Ван Гала. Это никогда не позволило бы ему отойти от его идей. Мы были идеально готовы и точно знали, что делать. Бавария имела огромное преимущество, но по ударам и штрафной равенство. Это снова был интер образца домашнего матча с Барселоной. Низкая оборона, низкие позиции форвардов, плюс контратаки через центр. Весь сезон так играть нельзя, но 3 недели такого футбола принесли Требл. Сильная, умная и циничная. Когда через несколько лет Маурини попросили описать ту команду, ему хватило трех слов. Он не скрывал, что уйдет в Реал. Финал Лиги Чемпионов проходил в Мадриде. И это был последний матч сезона. Игроки разъезжались в отпуск. И Маурини даже не вернулся в расположение команды после матча. Он плакал, прощаясь с Матерацци. Бежал по стадиону с кубком и уже готовился к большему. К тому, чтобы свергнуть Барселону уже и в Испании. Но та точка с тремя трофеями за сезон так и осталась высшей в его карьере. А с вами был канал Истории Футбола. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Это очень важно для продвижения этого видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok